10-километровый марш-бросок по пересеченной местности почти 4 часа в охоту Годии Солонишинского района искали затаившегося между гор браконьера. Незаконного охотника сдали следы, они начинались от оживленной трассы и вели в лог. Длинный и тяжелый путь проделан не зря. Представители общественной организации охотников и рыболов Солонишинского района Вольница нашли того, кого искали. Браконьером оказался местный житель. Его трофеем стала годовалая особь сибирской косули. Никаких разрешительных документов на охоту у молодого человека, естественно, не было. Тушу он уже разделал и складывал в рюкзак. Собирался выдвигаться домой, но пришлось подзадержаться и дождаться следственно-оперативной группы. Составили на месте протокол. Статья Уголовного кодекса за незаконную охоту ему обеспечена. Полицейские изъяли оружие и 16 патронов. За незаконную добычу косули, более одной особи, сейчас уголовная ответственность. То есть там статья 258 незаконная охота и санкции там уже очень приличные до реального срока. То есть штрафы большие. Также иск за возмещение вреда. Значит, это иски за косулю, допустим, самец, если добыт незаконно. 120 тысяч за самку. 200 тысяч рублей за одну особь. Рейд по охоту Годием с инспектором Осетровым. Рейды по пресечению фактов браконьерства в Солонежинском районе не прекращаются. Территорию охраняют со всех сторон. И не важно, утро это или ночь. Объезд территории мы проводим вообще ежедневно. То есть у нас охота инспектора наши, они проживают у нас не в одном населенном пункте Солонежинского района, а в разных населенных пунктах это, то есть, разбиты по разным частям наших угодий. И поэтому егеря, двигаясь на работу, после работы, во время проведения рейдов, все отсматривается, все отслеживается, все фиксируется в специальных журналах егерских. Особое внимание сейчас уделяют трассе Бийск-Солонежная. Дичекрады, как правило, действуют организованной преступной группой. Подъезжают к определенному месту, один отправляется за добычей, машина в это время уезжает, и по звонку она должна вернуться за охотником и подстреленной тушей. Но эту цепочку разрывают защитники дикой природы. Представители общественной организации охотников и рыболовов «Вольница» не дремлют и всегда на чеку. Дикого зверя, который вольно гуляет на их территории, обидеть не позволят. Многие в этом уже убедились и сейчас отбывают наказание. Евгений Плохотин, День с толком.